Самый спортивный объект, где сейчас проходит стройка, это сквер Фадеева. Сейчас здесь уже сделали беговую дорожку по всему периметру сквера. Это настоящий райский уголок для самарских спортсменов. Ведь каждый любитель побегать знает, что делать это по асфальту не рекомендуется, вредно для коленей. Найти в городе миллионники место, где его нет, крайне сложно. А эта дорожка сделана из безопасного резинового покрытия. Да и сам сквер очень удобно расположен. Каким он должен стать в итоге, решали сами самарцы через голосование по программе формирования комфортной городской среды. Здесь стелят почти 30 тысяч квадратных метров рулонного газона с системой автополива. Тротуары в большей части сквера будут из плитки. Площадь у зеленого уголка большая, для тех, кто гулять устанет, предусмотрели скамейки. Приходить в сквер можно и нужно с малышами. Для них строится большой игровой комплекс. Отдельное место определили под спортивную площадку. Здесь можно будет заниматься воркаутом, хоккеем, баскетболом, волейболом. Кроме того, появятся раздевалки. На сегодняшний день выполнили половину работ. Полным ходом работы идут еще на одной площадке из рейтингового голосования – Крымской площади. По соседству с величественным зданием 6-го конституционного суда, который откроется осенью этого года, расположится частичка Южного полуострова. На тротуаре плиткой выложат узоры. Помимо скамейки и урн соорудят сухой фонтан. Высадят много цветов. Главные символы здесь – это Воронцовская ротонда и маяк. Второй практически готов. Вокруг маяка появятся скамейки. Арт-объект будет освещать вечернюю Самару. Здесь также сделана уже большая часть работ. Закончить все хотят до сентября. А вот на бульваре Металургов почти все готово. Остались штрихи. Ноу-хау для Самары – эко-дорожки с подсветкой. На них плитка будет выложена в шахматном порядке с газоном. До 5 августа обещают привести в порядок и сквер у храма Кирилла и Мефодия. Первым делом здесь расчистили огромную территорию, избавились от аварийных деревьев, а взамен посадили новые. Также здесь появится освещение, скамейки и новая большая детская площадка. Ну, здесь сквер получит достаточно красивее, потому что здесь очень много площадей зелени. Также здесь такая предусмотренная ситуация, как, может, видели, пошаговое мощение называется. То есть не зелековка, а тоже плитка выложена вместе с травкой. То, что мы сегодня увидели, меня, откровенно говоря, очень радует. Я жду не дождусь, когда же мы эти площадки сдадим, а когда они приобредут тот вид, ту форму, которую мы изначально задумывали. Темпы по всем площадкам не меняются. Полностью закончить ремонт везде планируют к осени. Мария Левина, Василий Кладошов. События.